Одному из самых важных событий в истории российского государства, в истории православия. 1 марта по старому стилю, 14 марта по новому стилю 1564 года на московском печатном дворе печатником Иваном Федоровым была создана первая точно датируемая печатная книга. Тем более важное это событие в связи с тем, что это была православная книга «Апостол». И выставка, которую мы сегодня открываем, посвящена как раз православной книге. И вступительное слово я хотел бы предоставить заместителю директора по научной работе Музея Николая Гавриловича Чернышевского, Бондарев, Валентине Николаевне. Уважаемые гости, Музей усадьбы Николая Гавриловича Чернышевского, я вас поздравляю с таким молодым, но с таким знаменательным праздником, днем православной книги, который уносит нас к давним временам, к временам первопечатника Ивана Федорова. Ну, конечно же, эта выставка не случайна именно в нашем музее, потому что вся история усадьбы связана с дедом-священником и отцом-священником Николая Гавриловича Чернышевского. Естественно, первые шаги, первое формирование духовно-нравственное связано с православной книгой у нашего главного героя Николая Гавриловича Чернышевского. Мы благодарны всем, кто поддержал эту идею создания выставки, выражаем огромную благодарность духовенству Саратовской митрополии. Спасибо вам большое. Мы благодарны нашим коллегам из областного музея Крэй-Видения. Без вашей поддержки и без вашего участия невозможно было бы представить в такой полноте, в такой небольшой, но достаточно емкую по содержанию выставку. Мы благодарны нашим партнерам из научной библиотеки Саратовского государственного университета имени Николая Гавриловича Чернышевского. Благодаря вот этой группе творческой и создана была эта выставка. Материалы, которые представлены в ней, показывают в небольшом объеме историю православной книги, начиная от 16 века и заканчивая концом 19 века. Я еще раз вас поздравляю с этим праздником и надеюсь, что наша выставка это хороший жест для дальнейшего сотрудничества и продвижения духовно-нравственной культуры в нашем городе. Спасибо вам. Безусловно, эта выставка не состоялась бы без поддержки Саратовской митрополии и мне хотелось бы, чтобы сейчас несколько слов, нам хотелось бы, чтобы несколько слов сейчас сказал Дмитрий Полохов, протеерей, настоятель храма в честь казанской иконы Божьей Матери и проектор по научно-благословской работе Саратовской православной духовной семинарии. Спасибо. Действительно, мы уже не первый год проводим подобные мероприятия, связанные с Днем православной книги, и у нас сложилось хорошее сотрудничество с музейным сообществом города Саратова. И вот подобные мероприятия, они как раз и хорошо нас обращают не только к нашей истории, но и к культуре. Эта культура вырастала и умножалась именно трудами многих подвижников просвещения, как их назвали бы сейчас. И истоки ее восходят именно православным монастырям, библиотекам, которые были при православных монастырях, где бережно хранились и переписывались тогда еще рукописные книги. Затем уже мы знаем из истории, что и первые печатные книги тоже были созданы руками церковных людей. Вообще христианство – это та религия, которая обогатила нашу цивилизацию именно книгой. Если так обратиться в историю, потому что современный вид книги, к которому мы привыкли, или так называемый кодекс, это именно, как считают все современные исследователи, плод и достижение христиан первых веков. Новый Завет и писание первых христианских писателей для удобства и для, так сказать, конспирации во время гонений распространяется именно в виде так называемых кодексов, то, что мы привыкли называть книгой. Поэтому для нас праздник действительно очень близкий, и мы рады, что мы находим понимание и сотрудничество с культурным сообществом, с музеями, с работниками музея, которые делают такие прекрасные выставки, в которых мы видим историю книги, историю книгопечатания. И она, надо сказать, тоже продолжается, потому что вот сейчас мы, в частности, в двор музея Чернышевского передаем уже книги современные, которые выпущены издательством нашей Саравской митрополии. Поэтому тоже всегда рады сотрудничеству и надеемся, что оно будет продолжаться в дальнейшем. Спасибо. Как уже отмечала Валентина Николаевна, эта выставка была создана при поддержке наших коллег, в том числе коллег из Саравского областного музея краеведения, которые предоставили для этой выставки редчайшие предметы, связанные с православным и православным пунктом. Может быть, заведующий отделанных пунктов скажет несколько слов Марине Викторовне Павловне 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 Павловне. Я хочу поздравить наших коллег с этой небольшой, но действительно удивительно теплой, удивительно с любовью сделанной и поданной выставкой по истории книги. Конечно же, наш музей обладает богатейшей коллекцией по истории православной книги, и мы всегда готовы поделиться с коллегами, потому что ведь основная задача музеев – это не только сохранить редчайшие музейные предметы в своих фондах, но прежде всего дать возможность жителям нашего города приобщиться к этим подлинным реликвиям и православной культуры, и истории нашей страны. И поэтому я так думаю, что наше обоюдное сотрудничество оно не закончится на этой выставке, и я думаю, что получит дальнейшее развитие. Главное, что мы с коллегами работаем для жителей нашего города, для того, чтобы сделать всеобщим достоянием подлинные раритеты из наших фондовых коллекций. Спасибо. Вы, наверное, уже до начала открытия выставки познакомились с некоторыми из книг, представленных здесь, и обратили внимание, что здесь есть и книги XVII столетия, первопечатанные книги, это и Евангелие, и Читеимные здесь представлены. И вот эти книги XVII столетия для нас бережно подобрала Миря Алексеевна Попкова, заведующая отделом редких книг в Зональной научной библиотеке СГУ. Но, к сожалению, по-моему, сегодня не присутствует никто на открытии выставки, но, тем не менее, тоже еще раз спасибо этим людям. И сегодня предполагалось, что нам должны подарить нашему музею еще один замечательный экземпляр православной книги конца XIX столетия. Но, Татьяна Олеговна, прошу вас, скажите тоже несколько вещей. Дорогие друзья, то, что предполагалось, что сегодня, собственно говоря, свершится. Дело в том, что жительница города Саратова Нина Михайловна Гвоздева, она специально в этот праздничный день передает фонды нашего музея вот эту книгу. Книга старинная, она 1890 года издания. Дело в том, что она более ста лет из поколения в поколение передавалась в семье Гвоздевых. И сегодня я торжественно передаю ее автору выставки Сергею Николаевичу Рубцову для того, чтобы она заняла почетное место на нашей экспозиции. Пожалуйста. Спасибо, Татьяна Олеговна. Наверное, мы поместим сразу в эту часть выставки. Ну и здесь можно увидеть как раз связь поколений. Это современные православные книги и православные книги прошлого, 19-го столетия. Давайте посмотрим игрушку и откроем это святое Евангелие. Здесь собраны Евангелие от Матвея, Марка, Луки и Иоанна. 1890 год. Ну и возвращаясь к нашему герою, герою нашего музея, Николаю Чернышевскому следует сказать, что у него есть сочинение о следствии книгопечатания. Это сочинение даже вставляется в нашей экспозиции. И это сочинение небольшое написал в период своего обучения в Саратовской православной духовной семинарии. Ну и есть там такая строчка, в этом сочинении звучит она следующим образом, что следствие, благое следствие книгопечатания неоценимо и неисчислимо. Пожалуй, с ним можно согласиться. Ну и как заметила Валентина Николаевна, безусловно, Николай Чернышевский в семье священника, Гавриила Ивановича Чернышевского, протерей Сергиевской церкви города Саратов, человека очень уважаемого, в этой семье, безусловно, чтили и любили православную книгу. И хотя сейчас мы говорим о том, что Николай Чернышевский это все-таки материалист, тем не менее, та высокая нравственность, о которой он писал, она была заложена в этой семье священника, именно благодаря православным книгам. Не случайно его воспоминания, напоминается какая-то книга, как чтение книги, не случайно, на нашей листовке расположены изображены цифровые 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 семейства и филарета минерство. Они с почтением обозначены книгам, как Павел Ивановича Чернышевского. В завершении нашего сегодняшнего открытия мне еще раз хотелось бы поблагодарить тех людей, которые участвуют в подготовке этой выставки, в ее открытии, это и Саратовскую метрополию, и Саратовскую православную духовную семинарию, это наших коллег из Саратовского областного музея Криведина и Национальной научной библиотеки из ДУ. И мне хотелось бы поблагодарить сотрудников нашего музея, экспозиционного отдела и отдела фондов, которые также участвовали в преподавательке этой выставки. Ну и сейчас я предлагаю вам еще раз взглянуть на те книги, которые представлены здесь, на те материалы, которые представлены здесь. Если вам интересно, я могу рассказать о книгах, которые находятся здесь. Прошу вас. Пожалуйста, сюда, поближе. Уже я спрашиваю, что перевод Ивана Ханклея, если я не ошибаюсь, сделал один из саратовских епископов, епископа Моисея Богданова Платонова. Это именно тот художник? Да, вот синодальный перевод, это перевод, то есть это как бы его художник, они переводили с греческого, с славянского. Один из авторов перевода на русский язык, это епископа Моисей Саратовский. То есть, можно ли тогда мы будем это в экскурсии тоже рассказывать? Да, вот как раз он это самое, первый Евангелий, я не помню, там в 1835 году, что надо посмотреть, уточнить, то есть он здесь был в Саратове, да, как раз он был автором. Вот это Библия, которую нам передает Саратовская Библия, это тоже синодальный перевод. Это тоже синодальный перевод, вот тут тоже самое Евангелие есть, только современная орфография, это революционная. Это революционная, но это тоже переводилось как бы у нас в Саратовской. Нет, нет, но епископ Моисей уже прибыл сюда на кафедру, когда он давно закончил перевод, он когда-то работал над этим переводом, то есть он не здесь переводился, но имел отношение, как бы история вот так вот. Да, как интересно, перекликается, век 21-й, век 19-й. Ну да. А не могли бы вы нам, Афин Дмитрий, тоже вот рассказать про те книги, которые передает Саратовская Библия, потому что нам очень интересно, эти книги с этими книгами мы будем знакомить, ребята, и безусловно вопросы будут. Ну вот передаем два тома дневников архиепископа Пимена Хмельевского, который достаточно известен не только у нас в Саратове, но и вообще человек, который в культурную, в культурной эпохе того времени, советского времени оставил свет, если уж так не касаться церковной стороны дел. Ну вот он здесь в Саратове венчал Ростроповича Решневскую в своем домовом храме, недалеко отсюда, на Первомайской. Он был знаком со многими деятелями культуры советского времени. Первомайская и... Межчерночелевская мечунь. Да, Межчерночелевская мечунь, там как раз сохранился домик еще. Новый завет, это тоже книги издатель Саратовской епархии, Метрополии. Новый завет, который издан у нас, нашим издательским отделом. И вот еще несколько книг, вот книга епископа Вениамина Милова «Божественная любовь», тоже известный, он саратовский, скончил саратовским епископом, похоронен у нас на Воскресенском кладбище, так сказать, не очень далеко от могил Чернышевских. Туда очень чтимый, даже мы знаем, что он прославился духовной жизнью, высокой духовной жизнью, прошел лагеря сталинские, за веру сидел неоднократно. был осужден, но он скончался у нас в Саратове. И вот его один зелотрудов, вот опубликован тоже нашим саратовским издательством епархиальным. И вот две книги, книга нашего Владыки, Метрополита Лонгена «Человек не может жить без Бога». Это сборник статей Владыки, которые публиковались в разных временах и в журнале «Альфа и Омега» и других издательств. В изданиях церковных. И книга отца Нектария «Христианство Мороза». Да, вот «Христианство все образ здесь». И сейчас он возглавляет информационно-издательский отдел Саратовской Метрополии. На самом деле книг-то больше наше издательство издает, но это как бы вот такие, наверное, характерные, наиболее характерные самые… «Божественная любовь» – совсем свежее издание, буквально недавно появилось. И второй том в декабре, это в январе уже этого года. А приобрести это где можно, допустим, обыкновенным читателям на всех храмах? В храмах города Саратова, в общем-то, и… Ну, есть большой книжный магазин, у нас два книжных магазина, есть православная книга «Мир православных». Православная книга – это на территории Покровского храма. И «Православный мир». Православный мир, да, на Большой Казачий и Чапаево там пересечения, там большие церковные магазины, там книги продают, то есть там они тоже есть. Дорогие друзья, можно немножко, да, поближе тоже, не стесняйтесь, подходите. Так, ну, я не буду слишком подробно рассказывать, я представлю, какие книги здесь есть, наиболее интересные, старые, ну, вообще книги, конечно, здесь достаточно редкие представления, здесь вы можете увидеть и библии 1803 года. Интересно, эта библия не только по содержанию, но по своему оформлению. Она содержит более 46 градусов на одну из гравю, эта библия раскрыта, ну, а купись некоторых из гравю вы можете увидеть и на выставке. Обратите внимание и вот на эту православную библию 1817 года. Она издана была на французском языке, ну, а вообще это книга из библиотеки Муравьев. Ну, нам еще предстоит работать над историей этой книги, узнать, каким образом она вообще появилась в Саратове и попала к нам в музей. И кто такие Муравьевы относится ли они к тем самым декапристам, или это все-таки потомки одного из губернаторов северных территорий Российской империи. Безусловно, здесь представлена книга «Четей Миной», которая упоминается неоднократно в автобиографии и в воспоминаниях Николая Чернышевского. Ну, конечно, эта «Четей Миной» не принадлежала семье Чернышевских, но тем не менее она относится как раз к 19-му столетию. Данная книга из коллекции Саратовского областного музея Клореведения. Хочу обратить ваше внимание на одни из старейших экземпляров, представленные здесь. Это листы из рукописного Евангелия 1550 года, а также здесь представлено Евангелие Московского печатного двора середины 17-го столетия. Открыто оно на доставочной странице. Ну, что касается предметов из наших коллекций, то это лицевой, то бишь иллюстрированный апокалипсис, толкование. Вообще подобные книги стали издавать в Киево-Печерской лавре еще в 20-е годы 17-го столетия. Данная книга датируется...